С праздником, дорогие христиане! С памятью святого великого Иоанна, пророка Претечи и Крестителя! Память его нам с вами нужна, если мы хотим войти в рай Божий. В рай Божий заходит покаяние. В раю нет нераспятых. Кто хочет в рай войти, должен понести крест свой и с крестом войти в рай. И сбрасывать крест с плеч нельзя, и сходить с креста нельзя. И покаянием душа всякая спасается. А Иоанн является проповедником покаяния для всей Вселенной до конца дней нашей, до конца дней мира. В его жизни все чудесно. И сегодня праздник называется Собор Иоанна Претечи, который собирает в себя все праздники, связанные с Иоанном. Во-первых, зачатие его было необычным. Его отец и мать достигли престарелых лет, подобно Аврааму и Саре. И рожденный от них ребенок был не плодом похоти, не плодом взыграния молодых кровей, а плодом божественного благословения. Это пача естества, когда старичок Захария приступил к старушке Елизавете, потому что ангел Захарии сказал, что он будет отцом великого пророка. И имя Иоанн было наречено младенцу еще до зачатия. То есть было сказано, кого он зачнет, кого родит его жена и как его назвать. Согласно еврейскому представлению, совершенно точному в данном случае, называние имени ребенка до рождения обозначает полностью решенный путь его жизни. Вообще имя меняет жизнь. Есть опять-таки такая мысль среди еврейских накопленных всяких премудростей, что для того, чтобы поменять жизнь полностью, нужно поменять имя и место жизни. Вот Авраам, он поменял место, с Ура Халдейского пришел в Палестину, и Господь добавил ему одну букву. Он был Авраам, стал Авраам. Это означает, что перемена места, перемена имени, значит, полная перемена человека. Монахи наши, зачем берут другое имя? Потому что у них начинается совершенно другая жизнь, абсолютно другая. Это уже другой человек. И действительно, смена, значит, имя – это чрезвычайно важная вещь в человеке. Это совершенно не кличка и не просто набор слов, которые написали в паспорте. Значит, Иоанн назвал Господь этого младенца будущего еще до его рождения. Это означает, что он известен Богу от зачатия, как у Иеремии написано, что прежде нежели я образовал тебя во чреве, я познал тебя. Прежде нежели ты родился, я тебя знаю. И Иоанн имел совершенно прямую стезю, такая линия прямая, без всяких, потому что наша жизнь такая, она вправо-лево-право-лево, как змей ползет по песку, оставляя такие кривые следы. Или вверх-вниз, вверх-вниз, взлетел-упал, взлетел-упал. А у Иоанна жизнь прямая, прямо и вверх. Поэтому уже начиная с зачатия, это был необычный человек. Потом, когда он родился, он развязал язык своему отцу, потому что папа его, Захария, онемел после встречи с Гавриилом, архангелом у алтаря Акадильного и не мог разговаривать. А когда Иоанн родился, отец развязал язык, то есть ему Бог развязал эти узы, и он заговорил, что означало, кроме всего прочего, что отныне какие-то новые слова мир услышат, какие-то новые слова, которыми спастись должен мир. И Иоанн рождением своим избавил свою старушку-маму от неплодства, что она уже смирилась с той мыслью, что ей придется умереть бесплодной старой женщиной, не рождавшей никогда. А это и сегодня-то для женщин тяжело, при всем том, что по с ума посходили почти все, и мужчины, и женщины. Но даже и сегодня это естественный зов, требующий родить, воспитать, воскормить. Он очень силен в человеке. И сегодня даже, при том, что мир совершенно безумен, но женщины воспринимают как истинное наказание, бездетность и свою сухую утробу, не кормившую грудь. А тогда это вообще мы себе представить даже не можем, насколько было тяжело человеку смириться с бездетностью. Он бы лучше себе глаз вырвал или руку отсек, но надо было родить кого-то. До сегодняшнего дня, так они считают, человек, не рождающий ребенка, вырывает страницу из торы. Он нарушает Божий план, он не оставляет семени. Он бесполезный в понимании их, этих древних людей. Поэтому мы себе даже представить не можем сегодня, в силу нашего эгоизма и многих других разных вещей, что такое было быть бездетным древнему праведному человеку. Не грешнику, а праведнику еще особенно. И поэтому, когда Иоанн родился, он снял со своей матери печать бездетности, он возвеселил ее и всех тем, что она родила, а отцу язык развязал. Он бесплодие одной и безгласие другого снял. Это означает, что начинается какой-то новый этап мира. Бесплодные родят, а немые заговорят. Те, кто молчал до сегодняшнего дня, теперь начнет говорить, а те, кто был бесплоден, начнет приносить плоды. Есть ведь немота разная, есть люди, которые весьма славоохотливы. Например, попроси его, прочти мне отче наш. И он замолчит, как рыба. Во-первых, потому что не знает. А даже если знает, еще не каждый раз прочтет, что знает. И болтать-то гораздо все. А вот помолиться умеет один из тысячи. В этом смысле большая немота овладевает людьми. У них какой-то замок на губах висит. Так потрепать-то языком, конечно, повторяю, все гораздо. Пойди помолись. Почитай 2, 3, 5, 10, 15 псалмов. Прочти вслух главу Евангелия. О, это очень тяжело. Это легче вагон угля разгрузить для многих людей. Поэтому Иоанн Предтеча снимает с языка барьеры, чтобы мы славили Бога. И дает бесплодным возможность заплодоносить. То есть гордым дает возможность смириться, жадным вдруг открыть свою ладонь и стать щедрым и так далее. Это все такое духовное плодоношение. Потом Иоанн был воспитанник пустыни. Жизнь его протекала в аскетизме с детских пор. И он называется поэтому ангел пустыни в некоторых таких текстах и в Малахии, и Пророка. Вот посылаю ангела моего пред лицом твоим. По природе он был человек, но жизнь его была совершенно чужда всего человеческого. То есть мы читали в каноне, он не знал ни одной житейской проблемы. То есть все, что составляет проблематику человеческую, то, что у него в голове у человека, этого всего у Иоанна не было. То есть там в какой садик детей отдавать, какими деньгами за свет заплатить. Ну вот наши берем проблемы. Как там это самое, сэкономить, например, на летний отпуск. В какой клинике зубы лечить. Ну и так далее. Можете себе представить, каким количеством хлама забита наша голова. Это неизбежно. Это никуда не денешься. Так будет, и мы никуда от этого не денемся. Есть машина, значит, ее нужно заправить. А весна придет, нужно колеса поменять. А она забарахлила, нужно ее ремонтировать. Есть зубы, они крошатся, их нужно лечить. Есть ноги, они болят, их нужно обувать во что-то. Есть дом, значит, дом нужно согреть, проплатить, убрать. Есть холодильник, он нужно наполнить. И вот эта вот маята, суета, среди которой человеку некогда подумать про то, что его небо ждет. Иоанн был абсолютно чужд всех житейских проблем. Это нам недоступно. Мы не должны к этому стремиться, потому что нам это невозможно. Нам нужно с терпением и с любовью заниматься житейской суетой. Но нужно знать, что есть люди, которые другие, вот такие, как Иоанн, которые имели другое занятие. О чем же он думал? Если вы сделаете эксперимент над собой и попробуете, например, ничем не заниматься в течение дня, двух, трех, так далее, вот не заниматься ничем житейским, вы с ума сойдете. Суета нам дана для спасения. Если бы мы могли жить ангельской жизнью, ни о чем не печались, только Богу молясь, мы бы так и жили. Но мы так не можем. Попробуйте, и вы узнаете, что суета – это спасение для человека. Чтобы человеку вечно бегать, прыгать, колготиться, суетиться и не унывать, чем-то заниматься. А иначе просто вот так вот сядь на место и думай про Бога. Ты через 15 минут скончишь, как ошпаренный, потому что не можешь этим заниматься постоянно. Понимаете? Поэтому мы в лице Иоанна имеем другого человека, совершенно другого человека, который был способен к другому образу жизни. И этот образ жизни тяжелее, чем наш. Некоторые говорят, фантазеры, пойду-ка я в монастырь, так сказать, устал я от этой жизни, пойду-ка я в монастырь. Так может сказать только дурак, который никогда не был в монастыре и не знает, что такое жизнь монастырская. Или дура. Все, жизнь не удалась, пойду-ка я в монастырь. Нет, так в монастырь не уходят. В монастырь идут железные люди, на которых можно пахать, как на паровозе, конечно, ездить на них, грузы нагружать. Или золотые смиренные люди. Монастырь – это место слез, это место страха, это место внутреннего страшного борения, это место бесовских войн, это место, где грехи вылазят с человека, не знаю, как фарш с мясорубки, когда лезет с него все. Он даже не знал, что в нем столько грехов, оно прет через него из глаз и ушей. Со всех сторон. Там человек не живет, там человек воюет и умирает. В монастырь идут воевать и умирать. А у нас есть такое дурачье такое болтливое. Ох, такая жизнь неудавшаяся. В монастырь, что ли, пойти? Пойди два дня поживи по-монашески. Поешь монастырской каши и девять часов простой на службах. На повечерие, на полуночнице, на литургии, на вечернице. Потом в келье четко положи 100 поклонов на ночь. Потом то, потом это. Потом поработай еще пару дней. И ты сбежишь оттуда как ошпаренный. Скажи, я не могу так жить. Это так надо жить всегда? Он говорит, да, еще. Ты только начал. Там надо еще круче жить. Тебя там не будет. Ты не сможешь. Поэтому в лице Иоанна мы имеем другого человека. А мы с вами, суетные червяки, ползающие по глине, по грязи, занимающиеся всякой ерундой, должны этим заниматься, потому что мы иначе жить не можем. Горе нам и позор нам, но мы иначе жить не можем. Мы должны заниматься кучей земных всяких вот таких занятий. А Иоанн имел разговор с Богом и, разговаривавшись с ним, говорил ему, что нужно делать. Он же там сегодня мы в Евангелии читали, третье зачало Евангелия Иоанна, он говорит, пославший меня крестить сказал мне, на ком увидишь Духа Святого, сходящего и пребывающего, то и есть Сын Божий. То есть он имел общение с Отцом Небесным, отец разговаривал с ним. Он образа никакого не видел, а голос слышал, как слышал голос Бога на горе Моисей в пустыне. Говорит, пославший меня мне сказал, вот увидишь, это есть Сын Божий. И вот он пришел, его главная фаза его жизни, это когда он начал проповедовать покаяние. Он жил в пустыне и вел жизнь аскетическую, постническую, отшельническую. А потом был к нему голос, там, или там, в одни такого-то кесаря, в одни такого-то кесаря, был голос к Иоанну в пустыне. И он этот голос воспринял и начал проповедовать. Кому, казалось бы. Но вы знаете, что когда возникает какой-то один человек необычный, к этому необычному человеку начинают притягиваться другие необычные люди, ищущие какого-то научения. Как к преподобному Сергию в лес поприходили ученики числом 12, потом приходили, скажем, ученики к святому Бенедикту, кому бы ни было. Стоит только появиться к какому-то святому человеку, к нему начинают стекаться по одному, по два люди, ищущие святости. И к Иоанну начали приходить те, кто хотел научиться у него посту и молитве, и боговедению. И они, видимо, через этих людей, он начал эту миссию проповедническую, они разносили, видимо, его голос между людьми. А потом, когда народ уже сам пошел к Иоанну, уже все, уже реклама закончилась. Значит, уже все поняли, вот это Божий человек. Даже был вопрос, может, это Мессия? В общем, может быть, это Христос? Иоанн. И он начал там проповедовать покаяние в пустыне Ярданской, и эта его работа до сегодняшнего дня не закончена. Уже всегда, когда мы читаем про него, берем книжку, раскрываем, мы слышим его слова «покайтесь». «Покайтесь, и приблизилось Царство Небесное». Это проповедник, который вообще никому не угождает, не чешет за ухом никого. Он говорит, что уже лежит топор под корнем дерева. Всякое дерево, не приносящее плода, будет срублено и брошено в огонь. Он называл приходивших к нему змеями и порождениями ехидны, и вскрывал их тайные помыслы, потому что люди желают самооправдаться. Люди не желают признать себя виноватым и покаяться. Человеку хочется самооправдаться. Он говорил им, не думайте в себе оправдываться, что мы, мол, дети Авраама и так далее. Это все не работает. Из камней Господь может сделать детей Аврааму. То есть он рвал людям сердца. Рвет их и сегодня. Если бы царь пришел, он бы царю то же самое сказал. Собственно, царю он и говорил, за что и пострадал потом смертью. То есть он проповедовал Евангелие, невзирая на лица. Потом крестил Господа, для чего, собственно, и пришел. И Христос здесь показал нам свое преизбыточное смирение. И Иоанн показал нам себя, как человека, который знает Иисуса. Он уже еще... Первая встреча была еще в очреве матери. Он уже еще в темноте материнской утробы почувствовал Иисуса и взыгрался радостью. А Иисус только зачался в очреве Девы Марии. И он еще там чувствовал Господа. А потом, когда увидел его, он признал его. И отец ему открыл, что вот на ком видишь Дух сходящий, пребывающий, то есть крестящий Духом Святым. И Иоанн сам просил крещения у Иисуса. И Иоанн Иисуса крестил, а Иисус Иоанна не крестил. Хотя Иоанн считал, что он должен креститься. И они считали ясно, что и правильно считали, что больший должен крестить меньшего. И Иоанн сказал, как ты приходишь ко мне, я должен у тебя креститься. Господь сказал ему, тихо будь, сейчас не время. Надо исполнить всякую правду. И крестился у него. Даже есть такой вопрос, а крестился ли сам Иоанн? Нет, не крестился. Древние праведники Завета Ветхого не принимали в одного крещения. А в какое имя он должен был креститься? Во имя Отца и Сына Иисус Того Духа крещение возникло только после воскресения Христова. Только после воскресения. Когда уже воскрес Господь, тогда Он сказал, шедший в мир весь, проповедите Евангелие всей твари, крестите во имя Отца и Сына Иисус Того Духа. Это и есть наше крещение. То крещение было другим. Это было просто однократное погружение кающегося человека в воду. И Иоанн сам не был крещен. Иоанн крестился кровью. Когда ему отсекли голову за проповедь Евангелия, он омылся кровью своей. По учению церкви, кроме крещения водой, бывает и крещение кровью. Например, Иоанн и многие другие. Есть много мучеников, которые крестились кровью своей, которые исповедали Господа Иисуса, воскресшим из мертвых, и были за это замучены, и омылись кровью своей. И церковь признает их без сомнения, что они святые, и души их благих водворились. То есть Иоанн крестился потом кровью. А после крестился он кровью, поскольку наступил на мозоль Ироду, запрещая ему жить беззаконно, не по закону Божьему. Эту историю тоже все знают, но это очень важно понять, что Иоанн – это человек, который больше всех рожденных женами. В каждом народе есть великие люди. Полководцы, политики, писатели, музыканты, архитекторы и так далее и тому подобное. И все великие люди Земли довольно известны. В каждой стране есть памятники, денежные знаки, отмеченные их портретами, марки почтовые, что хочешь, доски мемориальные, и у нас это все есть. Сколько великих людей на свете есть? Очень много. Все они биографии, у них всех интересные, этим всем можно поинтересоваться. Но если собрать всех вместе, то Иоанн больше всех интересных людей мира. Больше. Он, если хотите, больше Моисея, потому что он больше рожденный всех женами. Он больше Ильи, кстати. Он больше Соломона, больше Давида. Иоанн больше, конечно, больше Николая Чудотворца. Вот на память Николая Чудотворца сколько людей в храме? Полно. Везде, везде. А Иоанн больше. А где люди? Не знаю. Вот так. Иоанн больше всех. Представляете себе? Больше Спиридона Тимефунского? Ну, конечно, больше. И больше Владимира Крестителя? Ну, конечно, больше. Больше Матроны Блаженной? Ну, конечно, больше. Иоанн больше всех рожденных женами. То есть он достоин максимального почитания после Господа Иисуса и Пречистой Богородицы. И смертью была... Притом, при всем таком величии этого человека Господь Бог отмерил ему скорбную, одинокую, мученическую смерть. Несправедливую смерть. То есть его душу купила блудница, по сути. То есть плясавица. То есть бесстыдная девка плясала перед объевшимися мужиками так, что они там пустили слюни и пообещали ей царь аж до полцарства. То есть все, что хочешь, проси у меня. Это и пляска она заслужила. Эта пляска не составляет в вопросах, что это была за пляска. То есть можно прекрасно догадаться в общих чертах, как нужно плясать перед напившимися старыми мужиками, чтобы они размякли и решились все подарить этой девке. Она просила голову Иоанна Претечи. Эту голову ей дали. То есть его душа была куплена блудницей. Парадоксальная такая история. Ему бы нужно было умереть в старости маститой, отдать свою душу Богу. Его похороны должны были бы превратиться в всенародный праздник, в отправление души в рай. И весь мир должен был бы сыпать цветы под ноги похоронной процессии. Вместо этого палач затащил его в темницу, поставил на колени, наклонил его, отсек ему голову, на блюде принес ее еще дымящуюся. И народ увидел новое блюдо. В общем, в мире много парадоксальных событий, которые не вмещаются в очень маленькую голову человеческую. Это и история Иова, праведного страдальца. Это и история Иоанна Великого, покаяния проповедника. Это и само страдание Христа Спасителя, потому что слишком трудно понять, даже уже все зная, что воскрес, вознесся, и царь царей, и будет судить всех, и царства ему не будет конца. Все равно все это зная, тяжело понять, как он пошел на все это и не отклонил лица от заплеваний и отдал свои щеки на пощечины и подставил свои плечи под раны. Это все на самом деле непонятно. И не думайте, что мы поймем в этой жизни, так сказать, до конца что-то. Жизнь остается тайной. И в центре этой тайны Господь. И главное познавать не жизнь саму по себе в отдельности от Бога, а нужно познавать Бога. И тогда, наверное, он даст нам познать и все остальное необходимое нам. Но вот сегодня, совершая память святого Иоанна, конечно, нужно иметь только одно желание, чтобы святой Иоанн научил нас покаяться. Покаяться по-настоящему. Не наружностью своей, не показать из себя смиренного постника, так сказать. Для этого нужно пойти в актерское училище, для того, чтобы научиться изображать из себя скорбящего, томящегося от совести. Не нужно ничего никому показывать. И Евангелие говорит нам, когда постишься, лицо умой, голову помашь, чтобы явиться не человеком постящимся, но Богу, который видит тайное. И вот нам Иоанн может дать благодать покаяния, настоящего покаяния, когда ты будешь улыбаться всем, будешь внутри себя плакать о себе, как о трупе, как о непогребенном покойнике, когда ты будешь носить перед глазами эту летопись своих беззаконий и своих падений, когда ты не будешь никого осуждать, когда ты будешь надеяться только на милость Христа Спасителя, на милость Божию, чтобы без милости Божьей не спасется человек. Нету дел, чтобы спастись, нельзя делами спастись. Надо спастись только покаянием и верой, и милосердием Христа Спасителя. И это все надо дать человеку, и человек должен принять это. А без этого это все баловство, вся жизнь баловство, и церковная жизнь, баловство и надувание щек, если люди не имеют покаяния. Сколько бы ты храмов не построил, сколько бы ты иконостасов не позолотил, если у тебя нету кающегося сердца, если ты не плачешь о себе, как о покойнике. У меня есть свой покойник, знаете, как отцы говорили. У меня есть свой покойник, не погребен и не оплакан. Не нужно оплакать его. Говорит, кто это? Это я. Надо оплакивать своего мертвеца и надеяться на Бога, восставляющего мертвых, надеяться на Бога живого, который милует и спасает нас, сотворил нас и не оставил нас, и простил нас, и милует нас и спасает, и Он заведет нас в рай Божий только покаянием и только верой, больше ничем. И вот эту великую благодать нам может дать святой Иоанн. Ради этого мы и приходим в храм Божий. Сегодня мы ради этого и совершили божественную службу, чтобы потом, когда наступит великий грозный час ответа за прожитую жизнь, чтобы в нас было это покаяние святое и чтобы мы смогли родить из себя покаянный вздох. Господи, помилуй, Господи, пощади. Чтобы Господь действительно помиловал нас ради великой, ради крестных своих страданий, ради проповеди евангельской, ради всех тех благ, которые Он подарил этому отпадшему и погибающему роду человеческому. Молитвами великого Иоанна, имя которого означает божественная благодать, который вслед за собой повел целую цепочку святых Иванов. Потому что там появился Иоанн Златоуст, Иоанн Богослов, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Максимович Шанхайский. Там этих Иванов святых, их просто немерено. Они все родились от этого великого Ивана, который покаяние проповедует. Это вообще самое великое имя. Это Ванька вот этот привычный, это самое великое имя мужское после имени Иисус. Иван да Мария, такой цветок есть такой. Иван и Мария, они справа и слева от Иисуса. На троне Господь, а справа Мария, а слева Иван. Иван да Мария, Иисус. Так что мы вот ради этого молимся, чтобы помиловал нас Господь покаянием. Все остальное это все чепуха, это бантики, это мусор. А я вот сделал то, а я вот сделал это, а я вот там это вот сделал такое. Это все, ветер дунет и все исчезнет. Но покаяние никуда не исчезнет. То есть на камне веры и с покаянным сердцем нужно дожить свою жизнь до конца. Молитвами святого великого Иоанна, крестителя и покаяния всемирного проповедника. Аминь и Богу слава. Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода.